Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим шокер бура. Не собиралась я сегодня ставить такое видео, но все-таки хочу поделиться с вами. У меня есть цель. Не забудьте поставить лайки, написать ваше мнение, задать вопросы. Давайте начнем. Для этого нам понадобится пол стакана молока, 1 треть чайной ложки суких дрожжей, 2 чайные ложки без сборки сахара и хорошенечко перемешаем, оставим в сторону. Я буду сегодня готовить. Добавляю в муку просеянную муку ванилин, щепотку соли и все перемешаем. Добавим сюда молоко. Не ждем пока дрожжи разойдутся, там, я не знаю, будут активироваться. Просто мы их намочили. Добавляем сюда 4 желтка. Это у меня на 50 штук. Я из него собираюсь сделать шокер бура. Вторая партия тоже будет 50, то есть я приготовлю сегодня 100 штук. И посмотрите, теперь масло добавляем туда, где у нас только мука. Нет там ни сметаны, ни яиц, хорошенечко перемешиваем все это. Уж после того, как масло полностью перемешали с мукой, добавляем сюда уже то, что у нас в нашей миске. Там и сметана, там и дрожжи, там и яйца. И вымешиваем тесто. Тесто вымешиваем не очень долго, но нам надо добиться того, чтобы не оставалось комков. То есть, чтобы тесто было и эластичное, и в то же время сильно не развило клейковину. Вот такое тесто у нас получилось. К рукам не пристает. Оно плотное. Накроем его чем-нибудь и оставим минут на 10-15. Потом будем формировать шарики. Шарики у нас от 36 до 40 граммов. Это зависит от того, какой толщины вы хотите, чтобы у вас было тесто. То есть, ваша шахербура имеет больше начинки или больше теста. Это зависит от этого. Теперь каждый... Я сделала 25 комочков и раскатываю каждый. Сейчас я покажу вам, какая толщина. А диаметр может быть от 8 до 10 сантиметров. Выбирайте то, что вам нравится. Большие шахербура или маленькие шахербура. Чем меньше диаметр, тем меньше вес. То есть, 36-40. Это, я сказала, 40 для больших, а 36 для маленьких. Вот такая толщина. Видите, здесь где-то 2 миллиметра, скажем так, ну чуть больше. Теперь я каждый раскатаю и буду складывать на друг друга. Шахербура и пахлава, точно так же, как и обычные булочки, имеют свой особый аромат и он распространяется очень далеко. И раньше всегда делились, когда готовили не только шахербура и даже те обеды, которые сильно пахнут с соседями, особенно подносили тем, кто одинок, старый, угощали детей. Тем, у кого нет возможности приготовить то ли материально, то ли физически. Ну, сейчас немножко иное время, когда каждый закрылся у себя в комнате и забыл про соседей. Есть одинокие бабушки, у которых нет возможности. Если у вас есть такая возможность, не забывайте их. Я же готовлю 50 шахербура и 50 пахлава для благотворительности. Мы это отправим в детский дом. Вот так. Смотрите, возьмите себе на заметку. А здесь вот, смотрите, начинка. Здесь фундук килограмм и 900 грамм сахарного песка. Это для начинки. Под видео будет рецепт. А вот это у меня отделено для соседки. То есть не забывайте, чем больше вы отдаете, тем больше вам вернется. И Всевышний всегда видит вашу доброту. Дай Бог вашему дому добро и счастье. Благополучие. Давайте дальше будем готовить наш шахербуру. Теперь возьмем тесто. Один кружочек. Накладываем его между двумя пальцами и возьмем две, а то и три чайные ложки начинки. Это зависит от вас. Чем больше вы наполните, тем пышнее они будут выглядеть и будет вкуснее. Но старайтесь, чтобы начинка не попадала на краешки, а то заворачивать будет невозможно. Не только трудно, а невозможно. Песок не даст вам той возможности, чтобы вы могли защипнуть тесто. Поэтому пальчиком помогаем и защипываем. Сильно-сильно. Теперь заворачиваем. Щипаем и закручиваем. Щипаем и закручиваем. К концу этой процедуры у меня не осталось сил. Вот таким образом. А теперь берем щипчики и будем придавать узор. Щипчики специальные для шахербура. Вторую полоску делаем, переворачивая наше тесто. Шахербура под углом 35 или 45 градусов. Опять переворачиваем и опять щипаем. Узор этот называется чинавы. Он старинный и называется по-старинному. Вот таким образом украсим все наши шахербура. Потом все выкладываем на противень. Можно дать чуть-чуть как бы подсохнуть. Не надо укрывать их полотенцем, когда оно у вас в противне. Пока вы на каждый противень где-то 25 штук пойдет. неправда меньше. Я уже стала заговариваться. Вот таким образом все пощипали и я сейчас буду отправлять в духовку. Обратите внимание, как мы будем печь. Нам надо, чтобы избегся низ, чуть-чуть зарумянился, а верх останется белый. Верх подсохнет. Поэтому температура вашей духовки должна быть 145-150 градусов. Я не буду показывать вам, как я зажарила их снизу, потому что моя духовка не позволяет этого. Моя духовка уже не выдает мне 45 и 50. Она выдает мне только 170 или жарит низ. Можем включить только низ, не включая полностью верх и низ. То есть тогда тоже они очень хорошо пропекаются. Ну что ж, желаю всем вам удачи, счастья. Готовьте, встречайте праздники. Вот мои шахербура с разными узорами. Попроще, посложнее. И, как видите, узоры не расходятся от того, что тут есть в тесте дрожжи. Они получаются красивые. Люди есть, которые делают гораздо красивее. Но я умею вот так. Желаю всем удачи, счастья, с наступающими вас праздниками и дай бог всем того, чего он заслуживает. Это не просто слова. Это действительно такие слова, которые нам нужны. Если мы заслуживаем добро, делаем добро, оно нам вернется. Миру мир. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поделиться этим видео.